Христос воскресе! Христос воскресе! Говорится о том, что с кротким, кроток будешь, со строптивом, разватишься. Как вы будете воспринимать? Одно дело, знаете, если вы просто судачите, сплетничаете, но, как и любой разговор, он же все равно имеет какое-то воздействие над человеком. Вот если я с вами сегодня о чем-то говорю, если я говорю вам о чем-то хорошем, добром, то, наверное, вы хороший какой-то вывод из этого сделаете. Ой, я буду таким, да, вот я буду стремиться к этому. Если я вам буду говорить какую-то гадость, какую-то похабщину, ну, наверное, вы из этого тоже сделаете какой-то вывод, да, вот, или вы скажете, если ему позволительно, почему мне не позволительно. мой какой-то разговор, неподобающий, может вас развратить. Конечно, это оказывает влияние. Конечно, это, понимаете, наше общение, оно всегда или обогащает человека, если мы говорим о хорошем, добром, или наоборот, опустошает, если мы говорим о чем-то праздном. А уж если мы просто говорим, празднуя что-то такое, ну, я не думаю, что это будет обогащать нас. Поэтому, ну, конечно, нельзя, знаете, говорить только вот одно, одно и то же, только вот какие-то, знаете, не должно быть напряга какого-то. Конечно, в нашей жизни должны быть какие-то и положительные эмоции, может быть, какие-то и разгрузки должны быть, может быть, какой-то даже и какая-то и шутка может быть, вполне возможно, то есть надо как-то так разнообразить, но делать надо так, чтобы это не развращало ни меня, ни моего собеседника. Переходить от моих каких-то проблем на вас, эти проблемы не будут переходить, но, как я уже сказал, знаете, любой наш разговор, он все равно влияет на моего собеседника, как хотите. У нас столько разных рассказов, столько даже анекдотов, анекдотичных рассказов из жизни, это не просто придумали люди, да, вот, а я вот так, один рассказывает, что я вот со своей женой общаюсь вот так вот, пришел там, кулаком ударил, понимаешь, и все, и она, понимаешь, вот, и все меня слушает. Выслушал собеседник, пришел и своей жене кулаком по столу ударил, и ты меня слушаешь. Переходит разговор? Не переходит. Конечно, идет общение, идет влияние друг на друга, да. А если рассказ собеседника хороший, добрый пример, значит, и мой собеседник возьмет на вооружение вот эти хорошие, добрые примеры. Перейти на слушающего проблемы, как таковые, ну, вот так проблема на проблему не перейдет. Но если я у вас услышал, как я уже сказал, что-то плохое, недоброе, и я потом у себя это воплощаю в своей семье, ну, наверное, вот так переходит. Благодарю за ответ, Владыка. Следующий вопрос мы получили с помощью голосовой почты. Это вопрос из Татарстана от Зинаиды. Здравствуйте. Это Зинаида из Татарстана. У меня дочка вышла за мусульманина, но она крест не сняла с себя. Ей читали молитву мусульманскую, там я вот это не понимаю. Вот как мне надо ее опять крестить в свою веру? Ну, крестить не надо. Вы знаете, конечно, у нас сегодня существует такая проблема, она очень серьезная. И мы очень часто говорим, когда говорим, рассуждаем о семье, о браке, то мы говорим о том, что семья может быть крепкой, если не только внешние какие-то есть симпатии мужа и жены, но еще и внутренние духовные единства. И оно может проявляться и в нашем вероисповедании. Если мы не просто и не только ходим в рестораны или в клуб смотреть фильмы, или на танцы ходят люди молодые, а если мы еще и молимся вместе, если мы еще и общаемся, у нас еще есть единая цель достижения святости. Ведь это же наша общая задача у каждого человека – достижение святости. А в семейной жизни эта цель и задача остается прежней, только мы теперь уже вместе идем к этому, к этой вершине, к этой цели. А если у нас разные взгляды на эту святость, куда мы пойдем? Значит, каждый будет идти своей дорогой. И вот это, конечно, создает какой-то дисбаланс, диссонанс какой-то в нашей жизни. И в конечном итоге это будет приводить к разногласиям, или просто человек может охладить ко всему духовному, ко всему святому. И жизнь в этом случае просто превратится в животное состояние, простите за такое. Просто будем есть, пить, веселиться, общаться друг с другом, вот и все. А вот христианское отношение к браку, оно призывает людей именно к этому достижению святости и вместе идти по этому пути. Совершенно не случайно в таинстве брака из одной чаши дают и невесте, и жениху, мужу и жене, и спить по очереди. То есть вот этот символ того, что вы все будете испевать вместе в своей жизни, хорошее и доброе, и горькое, и сладкое. Надо быть едиными по духу. Но, к сожалению, знаете, происходит такое. Я думаю, что это происходит по самым разным причинам. Даже сейчас, наверное, не будем анализировать, входить в детали. Ну, произошло такое, произошло. Но надо помнить, что крещение, оно не выхолощивается и не прекращает свое действие в человеке, за исключением, если человек не отрекся от Христа, от Бога. А вот если произошло отречение от Бога, то тогда, конечно, и утрачивается и смысл таинства крещения, если человек отрекся от Бога, от Христа. Вот в этом случае, конечно, надо совершать таинство крещения, если человек отрекся. Хотя у нас много случаев, когда мы даже в этом случае, если отрекается и опять приносит покаяние, то мы принимаем человека через покаяние, не совершаем вторичного крещения. Вот поэтому, конечно, но только могу высказать чувство сожаления, что в таком положении трудно будет жить мужу и жене. Поэтому хочется пожелать вам крепости духа. Бог вам поможет. А вообще надо, конечно, заранее все это взвешивать, продумывать, чтобы не совершать потом ошибок каких-то. Вопрос из Сергеева Посада от Елены. Елена спрашивает, как можно испытывать вечное блаженство, если знаешь, что родственник мучается в аду? Ну, знаете, Елена, дело в том, что мы сегодня не сможем в полноте понять, что же происходит в загробном мире. Мы в прошлый раз говорили о Царстве Небесном, о Царстве Божием. Но мы, по слову апостола Павла, только можем догадываться. Только догадываться, что там может быть. И сам апостол говорил, что на ум человеку не приходило, око не видел, слух не слышал, что Господь уготовил любящим его. И, конечно, нам совершенно непонятно, что там будет. Но надо сказать, что даже страшный суд, он не будет совершаться таким образом, какой мы видим сегодня образ в нашей повседневной жизни. Это не будет того, что сегодня у нас происходит, заседает суд или судьи, присяжные, заседатели, адвокаты. Нет, совсем не будет там такого. Вы знаете, есть мнение о том, что... Хотя Христос Спаситель говорил, что на Страшном Суде праведники уйдут в ту сторону, где будет определено для добрых, а грешники пойдут туда, где они привыкли находиться или то, что делать. Вот это очень важный момент. Знаете, нас будет судить совесть. Я вот иногда говорю, чтобы как-то легче понять, вспомните, знаете, у нас в народе говорят, вы знаете, где-то публично меня, знаете, вот перед всеми выставили, рассказали что-то обо мне. Мне так было стыдно. Я готов был провалиться сквозь землю. Вот такое есть выражение у людей. Я готов был провалиться сквозь землю. Вот такое состояние. О моих грехах вдруг, или о каких-то моих проступках стали говорить публично. Вот представьте себе, что перед всем миром сейчас будут оглашать все то, что я сделал прикровенно. Никто вот вроде бы не знает, да, вот сейчас все мои грехи, все сейчас как расскажут, господи, да меня судить не надо. Я же, если я сейчас буду знать, что сейчас начнется этот процесс, я же сам уйду от этого процесса. Я пойду туда, где никто не узнает о моих проступках, о моих грехах. Я сам найду это место, где я буду чувствовать, что я буду находиться в покое. Но буду ли я находиться в покое, это вопрос другой. А, вы знаете, говорит о том, что нужен ли вообще страшный суд, да, конечно, он нужен. Потому что, ну хорошо, грешникам он может быть не нужен, мне не надо, чтобы мои грехи озвучили и показали всем. А если праведник, жил праведно, жил свято, а что, разве его нельзя наградить? Его же тоже надо наградить, правда? Чтобы все знали, что вот такой подвижник, его Господь за его труды вознаградит. А почему мы не хотим вознаграждать? То есть страшный суд будет страшным для грешников, а для праведников он не будет страшным судом. И, конечно, понимаете, вот вы говорите, что один будет в Царстве Божьем, а другой будет в Царстве Дьявола. Вот, как они будут ощущать? Так вот, он же сам туда уйдет, как я уже сказал, да? Совесть его направит туда, где он будет чувствовать упокоение. Вот там его никто не узнает, но это будет Царство Дьявола. А те, кто ушел, кто всегда жил со Христом, с Богом, тот пойдет туда, где будет присутствовать Господь. И он будет там ощущать вот это радостное, блаженное общение с Богом. Он же не будет тот, кто в Преисподне. Да он не захочет перейти в рай. Он не захочет перейти в Царство Божие. Хотя рая уже как такового не будет. Вот образное выражение. Будет Царство Божие. Так вот, тот, кто в Преисподне, он никогда не захочет в Царство Божие. Потому что там оголятся все его грехи. Там останется достойно. Он сам туда не захочет. А вы, говорите, будет страдать. Да не будете никто. Не тот, кто в Преисподне. Останется. Вот там будет скрежет зубов. Плач и скрежет зубов по слову Священного Писания. Почему? Потому что люди поймут. Но уже исправить ничего нельзя будет. Поймут, куда они попали. И будет обидно и досадно, что ведь была у них возможность жить по-другому. Они этого не захотели. И еще и угрызение совести будет. Это не значит, что там, знаете, будет какой-то огонь там на сковородках. Нет, совсем не будет такого. Будет угрызение совести. И, знаете, я иногда общаюсь с прихожанами, говорю, вот вы знаете, ощущение будет самое страшное у человека. И не из-за того, что там будет боль какая-то физическая. Нет, может быть, физической и не будет. Но будет то состояние дьявольское, где не будет Бога. Вот вспомните Голгофу, Христа Спасителя, который распят на кресте. Он все претерпел со смирением и кротостью. Он и предательство, и неправедный суд, и оскорбления, и побои, и даже распятие. Распяли его на кресте. Он все равно молился за распинателей. Он не роптал, он не обижался на них. Но вот в последний момент своей жизни на земле он вдруг воскликнул громким голосом «Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил?» Вот все он претерпел, за всех молился. А тут он не мог вытерпеть. Вот какое-то мгновение, на какое-то мгновение его оставил Бог, Отец. И он это не мог вытерпеть нормально, спокойно. Все спокойно перетерпел. А тут не мог. Так вот, те люди будут находиться все время в таком состоянии богооставленности. Это будет место, где не будет Бог. Но туда люди сами пойдут. Потому что для них, вот с моими грехами и то, что станет достоянием гласности, для меня в Царстве Божьем будет гораздо больше мучений, чем там. Но там будут другие страдания, другое состояние и томление духа. Еще один вопрос мы получили с помощью голосовой почты. Это вопрос из поселка Горячий Ключ, Краснодарского края, от Виктории. Скажите, пожалуйста, у меня свекровь, мою семью, кроме мужа, заставляет нас стричься по Луне в знаках зодиака и по числам. Говорит, будет волосы расти, хорошо будут укрепляться. Но я считаю, это грех. И как мне ей донести или сказать, не обидеть свою свекровь, что я не хочу ни детей стричь по Луне, знаком зодиакам следовать, и себя не хочу в эти дни стричь волосы, подравнивать концы или челку стричь? Надо сразу сказать, что это, конечно, суеверие. Какая разница, когда вы стрижетесь, что вы делаете. Само пристрастие к этим понятиям и зодиакам, но оно не православное, это суеверие, это неправильно, это неправда. Но, вы знаете, наверное, трудно уже переубедить человека, и, наверное, не надо как-то входить в прямое противопоставление или конфликт какой-то, надо мудро к этому отнестись. Я бы, знаете, посоветовал как-нибудь, может быть, какую-то брошюрочку, какую-то книжечку дать, невзначай так почитать, когда будет у вашей свекрови хорошее настроение, ой, дайте что-нибудь почитать. Чтобы она где-то как-то так ненавязчиво могла понять, что все это пустота, что это неправда, что это суеверие, что это ложь. Но говорить ей, ты неправа, ты неправильно делаешь, конечно, это вызовет только агрессию и совершенно неадекватная реакция будет. Так что этого делать не надо, а исповедь, исповедь, вот так вот, так вот, так вот, так вот, мудро надо поступить. Спасибо, Владыка. Следующий вопрос у нас из Краснодара, от Антония. Он спрашивает, обязательно ли молиться каждый день? Вы знаете, мне так хочется спросить, скажите, обязательно кушать каждый день? Наверное, станет понятно, что кушать хочется всегда и каждый день, и не только каждый день, а несколько раз на день. Мы просто не всегда понимаем смысл молитвы, а смысл молитвы это пища для нашей души. Вот, наверное, нам с любимым человеком, детям очень приятно с мамой общаться, с папой, правда, родителям со своими детьми очень приятно всегда общаться, любимым людям всегда друг с другом общаться хочется. И уж прямо, знаете, раньше писали письма, часто писали письма, появилось новое средство коммуникации, телефоны появились по телефону, сейчас через интернет общаются. Вот, а если есть возможность уже приехать и общаться друг с другом, ну, самое лучшее это время, когда любимые люди общаются друг с другом или родственные души общаются люди, родственники общаются друг с другом. А молитва это и есть наше общение с Богом. Вот пока я не пойму, что Господь это для меня источник жизни, что это не только мой творец, но еще и источник, и промыслитель, и спаситель, что это мой чудолюбивый отец, который желает мне только хорошего, доброго, который желает мне спасения моей души, который призывает меня в Царство Своё Небесное. Но уж, наверное, я должен как-то напоминать о себе, Господи, вот он, я здесь, я, да, вот если мы, знаете, раньше можно было хорошо об этом сказать, когда дефицит у нас был во всех товарах продовольственных, промтоварных, там, каких-то товарах записывались люди, знаете, на очередь, там, на покупку мебели, там, на автомашины, так, ведь периодически названивали, приходили, отмечались, не забывайте, вот он я, моя очередь-то сохранилась, сохранилась, вот так же надо обращаться ко Господу, Господи, вот он я, здесь я, помилуй меня, спаси меня. Молитва, это общение с Богом, это пища для моей души, поэтому, чем чаще мы будем общаться, чем чаще мы будем напоминать Богу о том, что вот он я, здесь я, Господи, погибаю я, помоги мне, спаси меня, Господь будет и помогать, и спасать, и заботиться о нас будет, потому что это вот наше прямое общение с Богом, ну и вот после этого подумайте, стоит ли каждый день общаться с Богом, наверное, стоит, питать свою душу, наверное, стоит каждый день, так же, как мы питаем свое тело, чтобы наше тело жило, надо подкармливать его, и чтобы душа наша была жива, тоже надо ее подкармливать, а вот этот корм для нашей души, пища, питание для души, это молитва. Еще один вопрос, полученный нами с помощью голосовой почты, вопрос от Марины из города Владимира. Меня зовут Марина, я из Владимир, я бы хотела узнать, мы сейчас молимся за наших усопших, и Господь их прощает, значит, после второго пришествия их уже не будут судить, они будут с Богом, спасибо. Вы знаете, страшный суд все равно будет для всех, хотя мы прекрасно понимаем сейчас уже из опыта Церкви о том, что, конечно, после смерти люди проходят мытарство, потом на сороковой день для каждой души совершается малый страшный суд, определяется время и место пребывания до страшного суда, вот обратите внимание, вот этот промежуток времени от нашей кончины до страшного суда, пока живет и действует и существует Церковь Христова, возможно изменение состояния или положение души за гробом. Именно поэтому мы молимся за усопших, мы верим и надеемся, что Господь по молитвам Церкви простит при грешении вольны и невольны всем усопшим от века православным христианам, которые скончались в вере, в надежде на Бога. Вот это еще одно такое, знаете, проявление милосердного отношения Бога к людям. Даже вот, казалось бы, вот вы уже не все исполнили, вы где-то совершали какие-то проступки, вы, может быть, принесли покаяние, кто-то не успел, за вас Церковь молится. В каждом храме, каждый христианин возносит Богу молитвы о прощении всех прегрешений вольных и невольных. Это еще одно милосердное действие Бога по отношению к человеку. И, конечно, страшный суд, он все равно будет. Как я уже говорил, что для грешников это будет окончательный приговор. Для тех, кто верил, надеялся, но, может быть, не смог воплотить в себе идеалы христианства, вот, по молитвам церкви Господь изменит их состояние пребывания в загробном мире. А для праведников, ну, это будет вот такой, если хотите, торжественный акт, да, вот, как сегодня можно так сказать, торжественный день, торжественный акт, когда праведники будут вознаграждены за их праведную и святую жизнь на земле. Ну, почему же суд не должен быть? Должен быть суд, но суд для грешников страшный, а для праведников это торжественное вознаграждение за праведную жизнь. Следующий вопрос у нас из Ямала-Неницкого округа от Гавриила. Он спрашивает, правильно ли то, что священник решает, допускать до причастия или нет? Вы знаете, ну, наверное, я просто деталей не знаю того, что произошло между вами и священником, но, если вы приходите к священнику и говорите о том, что, ну, что-то вы сделали такое, что вы сегодня не можете приступить к причащению, то священник правильно поступает. Ну, предположим, вы пришли, а священник у вас спрашивает, что вы сегодня завтракали? А вы скажете, да, батюшка, я позавтракал. Ну, конечно, священник должен сказать, вы знаете, но мы причащаемся натощак. Поэтому, вот, в следующий раз, когда будете готовиться к причастию, у нас есть евхаристический пост. Вот, допустим, после 12 ночи накануне причастия мы уже не вкушаем пищу и не пьем воду, поэтому, вот, вы уже старайтесь этого не делать. Если вы там, накануне гуляли, веселились в ресторане, вот, а утром, еще идя на причастие покурили, выкурили там одно-две сигаретки, да, идете причащаться, конечно, священник вправе вам сказать. И, вы знаете, это не значит, что он вас наказывает, а он вас предупреждает, не делайте этого, потому что это будет хуже для вас. Это вот равносильно тому, что, знаете, вам скажет электрик, не прикасайся к этому электрощитку, тебя током убьет. Одень перчатки, одень сапоги резиновые, вот тогда ты сможешь прикоснуться. Не трогай это. Электрик вас предупреждает, и священник предупреждает, не причащайтесь сегодня, вы погубите свою душу, не делайте этого. Если вы хотите, божественное тело и кровь Христова это огонь, который попаляет грешников, и который животворит человека, который достойно стремится приступить к чаше Христовой, поэтому священник, конечно, должен вам помогать, поэтому он же пастырь, как электрик предупреждает, так и священник, он пастырь, он вас предупреждает, как надо правильно сделать, чтобы вкушение тела и крови Христовой были вам на пользу. А регулировать, ну, если, как часто причащаться, или когда можно, но если вы приходите к этому священнику, ну, наверное, прислушайтесь, он же пастырь, он вам помогает, он же не просто пытается управлять вами, да, вот, я сказал, нет, значит, нет, такого не должно быть, и пастыри так себя не должны вести. Еще один вопрос из нашей голосовой почты, вопрос из города Слободской, Кировской области, от веры. Вот есть грех зависть, какая добродетель вот против этого греха, вот как зависть вот искоренить, можно ли ее вообще искоренить, эту зависть? Вот знаете, вообще, конечно, надо немножко сказать о зависти, что зависть это такая страсть, наверное, равной, которой нету. У нас есть и страсть, другие страсти, их много перечислять сейчас не буду, но, вы знаете, в отличие от других, допустим, там, ну, есть гордость, есть тщеславие, вот, есть сребролюбие, вот, множество других страстей человеческих, но, если сопоставить со страстью, то, знаете, у нас есть в аскетической практике, такое мнение о том, что, знаете, вот, если есть страсть, гордость, но, можно ее утолить, можно, знаете, воздать, воздать честь человеку, вот, страсть тогда как-то утолится, да, на какое-то время, вот, но, если тщеславное, ну, можно похвалить его, успокоится человек, да, если сребролюбиец, ну, дайте ему какую-то копеечку, тоже на какое-то время успокоится, а вот страсть ничем нельзя успокоить, поразительное явление, да, и что самое, наверное, страшное, то, что страсть никогда не успокаивается, она все равно мучает человека, тот, кто завидует как кому-то, да, страдает не тот, кому завидует, а тот, кто завидует, она как червь по мысли наших подвижников благочестия, как червь, и днем, и ночью грузит ум и совесть и сознание самого человека, и ничем зависть нельзя утолить, конечно, с ней надо бороться, вот, и человеку предлагается смирение, осознание, что значит смирение, значит, осознать все-таки, кто же я и есть на самом деле, вот, вспомните мытаря и фарисея, мы часто вспоминаем их, особенно накануне Великого Поста и в дни Поста, вот, зашел мытарь помолиться, да, вот, с каким он настроением молился, в смиренном, и сокрушенном состоянии, он говорил, Божьей милости, будьте мне грешным, потому что он понял, кто же он есть на самом деле, сколько бы не завидовал он, сколько бы он не обогащался, сколько бы он не тщеславился или не гордился, а он, вот, смирением, то есть, осознанием своего внутреннего состояния, кто же я и есть на самом деле, может даже страсть зависти укротить, так что осознание своего состояния, зачем я все это делаю, зачем я живу, ну, сколько бы я не завидовал людям, я же от этого не обогащаюсь, я же от своей зависти не преображаюсь в лучшую сторону, я не становлюсь лучшим, я завидуя, ничего себе не приобретаю, можете понять, да, но зависть может толкнуть человека на другие страшные преступления, позавидовал и уже пошло дальше развитие, или кого-то может настроить против того человека, или может сам попытаться или кого-то настроить, что-то похитить, что-то украсть, нанести какой-то вред, нанести какую-то обиду, оклеветать, осудить и так далее, то есть зависть начала всех пороков и всех грехов и всех страстей, позавидовал Деница Богу и что? Вот вам результат. Даже не гордость, а зависть, начало всех страстей и начало погибели не только человека, но даже, видите, и Деницы и ангелов. Зависть, страшная страсть, которая переходит в порог человека и изничтожает, грызет человека изнутри. Поэтому должно быть смирение. И, конечно же, молитва Богу, Господи, помоги мне, ну что же я такой стал, помоги. Тут, вы знаете, сам человек не справится с этой страстью. Молитва к Богу и осознание своего внутреннего состояния, ничтожества своего. Поэтому только с Божьей помощью можно преодолеть эту страсть. Спасибо, Владыка. А я напомню нашим зрителям, что на вопросы отвечал патриарша экзорхсия Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Спасибо вам и, как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Христос воскресе! Редактор субтитров А.Семкин